Привет, честной компанией! Это Блюзовые сказки и, конечно же, Александр Цыганок. Мы прямо или косвенно говорим о блюзе и о людях, так или иначе связанных с ним какими-то нитями. История жизни персоны, о которой зайдет речь, наверное, потянула бы на сценарий какого-то приключенческого голливудовского фильма. Здесь есть все. Музыка, любовь, козни и происки врагов, борьба и даже странствия с невообразимыми приключениями в экзотических странах, в диких местах. Причем все, как в приключенческих фильмах, очень счастливо заканчивается. То есть хэппи-энд в конце. Мы будем говорить о таком человеке, как Лаверн Бейкер. Итак, 11 ноября 1929 года в городе Чикаго, штат Иллинойс, родилась девочка, которую назвали именем Лаверн. Фамилия ее была Бейкер. Имя, скорее всего, профранцузское, как дань памяти франкоязычному, франкоговорящему американскому югу. Так вот, Лаверн стала выдающейся ритмен-блюзовой и блюзовой и даже рок-н-ролльной певицей. Первой ее учительницей была ее тетка, которую звали Мерли Джонсон. Она была исполнительницей водевильного блюза в 1920-е годы. Вы помните, я как-то уже говорил о том, что такой был жанр – водевильный блюз. Ну так вот, поскольку водевильным певицам блюза приходилось странствовать в шатрах вместе с трупами министрелей, поэтому надо было учиться и знать так называемую школу жизни, надо было уметь держать удары судьбы, надо было быть решительной, пробивной и так далее. Так вот, наряду с уроками вокала Мерли Джонсон преподнесла своей племяннице уроки жизни, которые ей потом очень и очень понадобятся. Ну, значит, ее детство и раннюю юность мы опускаем, но я могу предположить, что там был церковный хор, хотя об этом нигде не указывается. А ее, так сказать, роль блюзовой певицы начинается с выступлений в ночном клубе, так называемом Клаб де Лиса. Я когда-то уже говорил, что был такой клуб Макамба Лаунж, который потом стал Аристократ Рекордс, из которого вышел и вытек Чес Рекордс. А здесь как бы был просто ночной клуб, в котором звучала музыка ритм и блюз. Этот клуб назывался Клаб де Лиса. Вот там блистала 20-летняя уже, в 49-м году, Лаверн Бейкер. Правда, она была не Лаверн и не Бейкер для этого клуба. Она была малышка Шер Кропер. Вот такой у нее был псевдоним. Какой-то не французский и не афроамериканский. Она пела разбитные буги, народ танцевал, народ веселился. Как бы то ни было, этого ей показалось мало. Она обивала пороги различных студий звукозаписей и так или иначе дошла до Атлантик Рекордс. Атлантик Рекордс – это очень серьезная на тот момент фирма, достаточно серьезный лейбл. И вот здесь она задержалась на годы, скажем так. В 1953 году мелькнул ее первый сингл, который назывался «The Soul of Fire» – «Душа огня». В 1954 году она выпустила новый сингл под названием «I can't hold out any longer» – «Я не могу больше оставаться в стороне». И в 1955 году она выпустила хит из хитов, который вошел в историю мирового ритма и блюза и рок-н-ролла, который назывался «Tweedledee». И здесь мы задержимся. Дело в том, что к 1950 году ритм и блюз «Черный» стал настолько популярным, что его начали играть белые. Его начали играть массы длинноволосых белых подростков, многие из которых умели хорошо играть. А еще многие имели знакомство не только в студиях звукозаписи, а и на радио, где они могли получить ротацию. Вы понимаете, к чему я клоню? Дело в том, что количество исполнителей кавер-версий росло, потому что нового материала не было, а все эти белые мальчики играли черную музыку. И рано или поздно происходило следующее. Народ через радио узнавал те или иные песни и начинал аплодировать этим песням, зная их через кавер-версии. Я хочу вам привести пример из современной нашей жизни. Если рядового обывателя спросить, кто делает вещь «Unchain my heart», естественно прозвучит ответ «Джо Кокер». Никто не вспомнит про Рея Чарльза. Или если мы зададим вопрос «Кто играет песню «Nature Boy»?» Моментально будет ответ «Джордж Бенсон». Никто не вспомнит про то, что это Нед Кин Колл, а до него Иден Аббес. Так происходило и в начале 50-х годов. Здесь надо сказать следующее, что вот у этих белых исполнителей, а иногда и черных, были хорошие ухватистые толкачи. И вот в частности, поперек дороги у Лавернбейкер появилось двое таких толкачей. Одного звали Хьюго Перетти, а другого звали Луиджи Креаторе. Фамилии достойные сериала «Клан Сопрано» или романов Марио Пьюзо, понимаете? Или экранизаций Дамиана Дамиани о мафии. Не знаю, были ли они криминальными, но во всяком случае они были не совсем чистоплотными. Они делали ковер-версии вместе со своими подопечными, нотка в нотку. И даже добивались того, что в их протеже пели даже те голосовые мелизмы, которые исполняются в оригинале. А действовали они быстро, они все это толкали на радио, а на радио все это получало ротацию. Могло получиться так, что автор-исполнитель не доходил до радио, а люди от Луиджи Креаторе и Хьюго Перетти оказывались на радио со всеми истекающими положительными моментами. Когда я сказал о песне «Твиддл Ди» и назвал ее суперхитом, я могу сказать, что этот суперхит мир узнал в исполнении, как вы думаете, Лаверн Бейкер? Ничуть не бывало. В исполнении Джорджии Гипс, которую, которой покровительствовали эти двое продюсеров, итало-американского происхождения. Нет, естественно, Лаверн Бейкер тоже пробила эту песню на радио. Но в национальном поп-хит-параде эта песня в исполнении Лаверн Бейкер заняла 14-е место, а первое место заняла версия этой же песни в исполнении Джорджии Гипс. Дальше, когда подсчитывались места ритм-блюзового парада, то опять же Лаверн Бейкер оказалась на четвертом месте, а на первом Джорджии Гипс. Вы думаете, Лаверн Бейкер смирилась с этим? Это был не тот человек. Она настрочила письмо аж в Конгресс, где требовала принять меры против каверщиков и против фонограммщиков. Кстати, дело в том, что эти двое продюсеров, они же еще и использовали фонограммы, представляете, в начале 50-х годов. То есть они вместе с оркестром записывали минусовую фонограмму, которая не отличалась от оригинальной. И вот Лаверн Бейкер в письме к конгрессменам, она говорила, что «Я не протестую против того, чтобы кто-то исполнял мои песни или написанные для меня. Меня возмущает то, что эти люди имеют наглость украсть эту музыку нота в ноту». Лаверн, или как она на тот момент именовалась уже не малышка Шер Кропер, а она именовалась Долорес Лильямс, ее поддержала радиостанция Уинс. И, в общем-то, началась движуха в защиту авторских прав авторов-исполнителей. Дальше история умалчивает о том, как складывалась судьба у Креаторе и у Перетти. Вероятно, ничего страшного не произошло, но просто своих прав Лаверн Бейкер добилась. Ирония. Ирония, ирония, ирония. После того, как она выиграла дело о защите авторских прав, она выпустила альбом с каверами на песне Бесси Смит. Весело, правда же? Как только она отстояла себя как автора-исполнителя, тут же она лупанула кавера на песне Бесси Смит. Кроме того, она выпустила сингл, который называется «Semplest Blues». Скажем так, тоже не ее произведение. Ну да ладно. На этом приключения не заканчиваются, они еще только начинаются. Через некоторое время после этого процесса противостояния с итало-американскими продюсерами она вышла замуж за комика Слэпи Уайта. и он подсадил ее, нет, ни на что плохое он ее не подсадил. Он подсадил ее на сотрудничество с другим звукозаписывающим лейблом, который назывался «Bronze Week Records». Она оставила Атлантик и ушла на «Bronze Week». Не знаю, может быть, какие-то более выгодные условия были там. Так или иначе, это было так. Но в 1966 году, в момент, когда популярность, скажем так, раннего ритминт-блюза шла на убыль, появилась организация, которая занималась культурным досугом военнослужащих во Вьетнаме. Туда ехали какие-то агитбригады, которые выступали для солдат на передовой. И вот в эту агитбригаду, видимо, за длинной деньгой записалась Лаверн Бейкер. Вот отсюда начинается приключенческий фильм. Она приезжает во Вьетнам, они выступают. Ей аккомпанирует оркестр Флетчера Хендерсона, который, кстати, продавал свои аранжировки Бенни Гудмену самому. Как вам это нравится? Никто не знает Флетчера Хендерсона, но это именно он писал аранжировки. А Бенни Гудмен их играл со своим оркестром, а денежку платил. Поэтому никакого криминала не было. Ну так вот, оркестр Флетчера Хендерсона и Лаверн Бейкер во Вьетнаме выступают, и там она заболевает пневмонией. Что дальше? А дальше вот что. Ее бросают и возвращаются в Америку. Она остается во Вьетнаме болеть в джунглях, в воюющей части. Телефонов нет. Естественно, никакой мобильной связи, только по рации. Можно было общаться с военными базами американскими, которые были на Филиппинах, там, в Таиланде. она с передовой, с вьетнамскими крестьянами, на полоске запряженной буйволами через джунгли и через рисовые поля совершает марш-бросок аж до Бангкока, до столицы Таиланда. Там, где есть очередная американская военная база. Но там она опять заболевает. и уже болезнь отягощена пневмония и ее отправляют воздухом на вертолете, сначала, потом на самолете на Филиппины на военно-морскую базу. И вот на Филиппинах не то ей понравилось, не то она решила, что с музыкой она больше дел не имеет. На Филиппинах она осталась 21 года. Она не пропала. Она стала директором казино и директором ночного клуба. И проработала на такой работе аж 21 год. Что вы думаете? Вдруг в 88-м году, когда она надумала вернуться в Америку, она имела в Америке ошеломляющий успех. Это и есть тот самый хэппи-энд, о котором упоминает журнал Роллинг Стоун. Он говорит, что Лаверн Бейкер одна из исполнительниц блюза, которые прожили счастливую жизнь с счастливым концом. Так вот, она возвращается и тут же в 88-м году она выступает в Мэдисон Сквер Гарден, битком набитый зал, все в диком восторге. В 90-м году она выступает уже на замене у кого, у Рут Браун на Бродвее и опять гром аплодисментов, овации и так далее и тому подобное. Женщина в годах, которая не пела 21 года, где-то там болталась на Филиппинах. Далее, она имеет успех в записи дисков, но здоровья нет. Вот эта тяжелая пневмония оставила свой след. И в 1997-м году Лаверн Бейкер умирает от сердечного приступа. Что я хотел сказать этим рассказом? Порой судьбы людей складываются так, что приходится принимать решения. И эти решения могут быть судьбоносными. Но эти решения надо принимать. Надо держать удары судьбы. Что до песен, то Твиддл Ди, Твиддл Да и естественно известный ее хит тоже 50-х годов Джим Дэнди и Джим Дэнди 2 или иначе как он называется Джим Дэнди Get Married. Это ее хиты. Ну а количество песен огромно, включая кавера, против которых она боролась. Вот такова интересная биография Лаверн Бейкер. Ну а сейчас наверное что-то блюзовое. блюдо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы ждем ваших оценок. Всем добра, счастливо, до свидания.